Так как я живу в Техасе, то и про аресты Фургала я узнал из местных газет. После я начал плотно следить за тем, что происходит в Хабаровском крае. Причем я мониторил все происходящее на Дальнем Востоке как через американские СМИ, так и через российские. И знаете, то, как американские журналисты преподносят информацию о происходящих в крае митингах, сильно отличается от того, как ту же самую информацию преподносят российские журналисты. Хотя журналистами их сложно назвать пропагандисты. Я думаю, так будет точнее. В этом видео я сравню СМИ двух стран, Америки и России, на примере того, как они освещают протесты в Хабаровске. Ну, а пока мы не начали, попрошу вас подписаться на этот канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, которое, кстати, уже выйдет скоро, и в котором я расскажу, что американские СМИ пишут про недавний конфликт на армяно-азербайджанской границе и чью сторону в этом конфликте принимают американские журналисты. Что ж, начнем, пожалуй, с российских СМИ. Для примера я взял статьи про Хабаровск из двух информационных ресурсов, такие как газета «Комсомольская правда» и медиахолдинг РБК. Почему я взял именно отсюда? Во-первых, потому что по запросу митинги в Хабаровске Яндекс их ранжирует в поисковой выдаче гораздо выше других. Во-вторых, эти СМИ имеют большую аудиторию и могут влиять на мнение большого количества людей. К примеру, газета «Комсомольская правда» издается тиражом 35 миллионов экземпляров на территории России и стран СНГ. А за рубежом газета выходит тиражом 1 миллион экземпляров в 48 странах мира. А у РБК, помимо газеты, есть еще и телеканал. И если верить их сайту, то охват их телеканал составляет 102 триллиона человек. Да, у них прям так на сайте и написано. Технический охват в аудитории 102 миллиона миллионов человек. Видимо, они еще и в космос транслируют свою пропаганду. Ладно, открываем «Комсомольскую правду» и вводим в поиски протесты в Хабаровске. Находим статью от 25 июля, которая называется «Кормить голубей точка. Сколько людей пришло на несогласованный митинг в Хабаровске 25 июля 2020 года». «Комсомольская правда» пишет. По официальным данным, число желающих выразить свои эмоции составило около 6,5 тысяч человек. У самих же протестующих другая математика. Во как, чуть ли не в первом же предложении корреспондент «Комсомольской правды» назвал жителей Хабаровска лжецами. Хорошо, посмотрим, что он пишет дальше. Лозунги за все дни протеста почти не изменились. Все та же обида на Москву, все те же требования честности и правды, до которых дальневосточники очень охочие. Смущалось, что не было про в Рио. Только я хотел об этом написать, как митингующие исправились криком «Миша, выходи!». Тоже хабаровский тренд последней недели. Но выйти в Рио Дегтярев физически не мог. Он в рабочей поездке. Да, у него сегодня накрылся перелет в Охотск. Дорога не позволяла. Но зато дорога в Ванино осталась. Там он проверял состояние школ. Товарищ корреспондент «Комсомольской правды». Видимо, я в Инстаграме смотрел прямые трансляции из Хабаровска, которые находятся в другой вселенной. Но лозунги «Путин вор», «Путин в отставку», «Дегтярев иди в баню», «Чемодан в вокзал Самара» звучали на этом митинге очень даже часто. Далее корреспондент пишет, что на главной площади города было около полутора тысяч человек. Потом тысячи. Затем количество стало так быстро убывать, что перед крыльцом остались лишь только самые активные активисты. То есть он не написал сколько точно, но сказал, что всего какая-то горстка. Корреспондента, кстати, звали Борис Кокурин. Вот так он выглядит. Если среди моих подписчиков есть хабаровчане, то передайте ему привет от меня на следующих выходных. У меня нет другого объяснения, кроме того, как в «Комсомольской правде» дела настолько плохи, что у нее нет денег на нормальных журналистов, и они отправляют туда глухих дедушек с плохим слухом, да еще и со скверным характером, так как он назвал местных жителей лжецами. Да даже я, сидя в Америке, могу открыть прямые трансляции из Хабаровска в Инстаграме и услышать те лозунги, которые Кокурин в упор просто не слышит. Вечером того же дня «Комсомольская правда» опубликовывает вторую статью, которая называется «Вечерняя прогулка в Хабаровске 25 июля собрала меньше народа, чем обычно». Сразу после заголовка идет вот такая фотография одинокого парня с флагом, как бы намекая, что там вообще никого нет в Хабаровске, и все разошлись. В статье пишется, что за две недели протестов люди привыкли, что вечерние митинги собирают не меньше, чем дневные. Якобы вечером к Белому дому пришло всего 500 человек, но через короткое время их стало уже 200, а потом и вовсе все разошлись. К сожалению, в статье не указывается точное время, когда к Белому дому подошло 500 человек. Так что нам придется только догадываться, поскольку у корреспондентов «Комсомольской правды» вечер начинается. Ребят, если вы участвовали в этих протестах в субботу 25 июля, или вы смотрели трансляции, то напишите, пожалуйста, в комментарии, сколько по вашим ощущениям было человек, так как, мне кажется, журналисты из «Комсомольской правды» говорят про какой-то другой Хабаровск, не тот, который в России находится. Теперь перейдем на сайт РБК, где мне удалось найти гораздо больше статей про Хабаровск. Правда, почти все были не совсем о митингах, а о том, куда поехал путешествовать Дегтярев. Видимо, это суперважная информация в эти дни. Также они пишут о том, что в Хабаровск вылетели врачи из Москвы, о том, что была ложная информация о минировании аэропорта, о том, что Жейновский заявил о готовности встать на колени перед хабаровчанами, и только лишь одна статья была непосредственно про митинги. Называется эта статья «В Хабаровске третью субботу подряд вышли на улицы в поддержку Фургала». Статья достаточно поверхностная и в основном цитируют публикации из других СМИ. В статье были упомянуты новые лозунги, к примеру, «Чемодан-вокзал Самара» или «Трутнев, откуда у тебя миллиарды на особняк», «Трутнева в отставку» и так далее. Но все также никаких упоминаний лозунгов про Путина. Помимо этого, РБК также считает, что на митинг вышло всего 6,5 тысяч человек, и что на площади собралось всего 3 тысячи человек, а не 500, как читает «Комсомольская правда». А в остальном достаточно посредственная статья, которая никак не пытается разобраться, что движет хабаровчанами и заставляет их уже третью неделю изо дня в день выходить на улицы и стоять за своего народного губернатора. Хорошо, с российскими СМИ мы разобрались. Теперь давайте перейдем к американским. Для примера я взял статью, опубликованную в газете «Нью-Йорк Таймс». Эта газета считается самой уважаемой в Америке. Она была основана 168 лет назад, имеет ежедневный тираж в районе там 600 тысяч копий и 3 миллиона ежедневных посещений на сайт. «Нью-Йорк Таймс» влияет на мнение миллионов американцев. Давайте же узнаем, что в этой статье написано про митинги в Хабаровске. Протесты на российском Дальнем Востоке кинули новый вызов Путину. Ура! Наконец-то хоть кто-то написал про Путина, а то почитаешь русских журналистов и такое ощущение, что Путин тут вообще как бы не при делах и никого отношения к митингам не имеет. Далее начинается сама статья, и корреспондент «Нью-Йорк Таймс» прям с плеча рубит своим текстом. Демонстрации в городе Хабаровске собирают третий выходной подряд десятки тысяч людей. Гнев, вызванный арестом популярного губернатора, не имеет прецедента в современной России. Заметьте, точка зрения американской газеты по поводу количества протестующих совпадает с точкой зрения самих протестующих. Наверное, потому что корреспондент «Нью-Йорк Таймс» находился тоже в тот момент в Хабаровске. Его, кстати, зовут Антон Трояновский, если я правильно перевел. Не знаю, на постоянной ли он основе работает «Нью-Йорк Таймс» или нет, но парень реально красавчик, и вот что он пишет дальше. Наблюдая за проходящими массами протестующих, скандирующих свободу Фургалу, Путина в отставку, проходя мимо сигналющих, аплодирующих и предлагающих дать пять водителей, продавец, стоящий на тротуаре, продающий маленькие огурцы и пластиковые стаканчики с лесной малиной, сказала, что она тоже присоединилась бы, если бы ей не нужно было работать. Я думаю, та женщина имела в виду выживать, а не работать. Выживать, продавая ягоды, которые она насобирала в лесу. Путинская Россия, что ты скажешь? Будет революция, прогнозирует 56-летняя Ирина Лукашева. За что боролись наши деды? Не ради бедности и не для олигархов, сидящих там в Кремле. Вы знаете, мне не хочется вырезать из этой статьи ничего, потому что никто из крупных российских СМИ даже не пытался разобраться в реальной причине этого протеста. Никто не пытался брать интервью обычных хабаровчан. И никто настолько точно не смог передать дух этого протеста, как корреспондент New York Times. Читаем дальше. Протесты в Хабаровске собирают десятки тысяч людей на трехмильный марш по центральным улицам уже третью неделю подряд. Жители сплотились в поддержку популярного губернатора, рестованного и эвакуированного в этом месяце в Москву. Но их излияние гнева, которое не имеет прецедентов в постсоветской России, стало ярким свидетельством недовольства, с которым сталкивается президент Владимир Путин. Гражданин Путин выиграл референдум менее четырех недель назад, в ходе которого была переписана конституция, позволяющая ему оставаться на своем посту до 2036 года. Но голосование, которое критики и многие аналитики считали мошенническим, стало всего лишь прикрытием от общественности коррупции, уменьшения прав и свобод, уменьшения доходов и усугубившейся ситуации с пандемией. Далее корреспондент пишет. Во всей России страх задержания полиции и кажущаяся безнадежность в значительной степени удерживает людей от выхода на улицы. Многие россияне также говорят, что, несмотря на ошибки Путина, альтернатива может быть хуже или привести к еще большему хаосу. По большей части антикремлевские протесты были ограничены несколькими тысячами человек в Москве и других крупных городах, где власть обычно жестко расправляется с митингующими. В результате Путин по-прежнему твердо контролирует ситуацию, хоть и частично. А независимые опросы показывают, что он по-прежнему пользуется 60% рейтингом одобрения, хотя эта цифра быстро снижается. Но события в Хабаровске показали, что источник недовольства таков, что незначительные события могут разжечь огненную бурю. Толпа на выходных была настолько большой, что полиция не пыталась их даже контролировать, хотя у протестующих не было разрешения на митинг, не говоря уже о явном лидере или организаторе. А поскольку россияне массово переключаются с телевидения, который контролируется правительством на интернет, в значительной степени не прошедшей цензуру для получения своих новостей, государство может легко потерять контроль над повествованием. А я в свою очередь рекомендую вам переключиться с государственных СМИ на мой канал и слушать, как обозревают те или иные российские события в Америке. Далее корреспондент New York Times пересказал, как посадили Фургала, что его обвиняют в преступлениях, якобы совершенных 15 лет назад. Также он написал про заявление городских властей о том, что в протестах приняло участие около 6,5 тысячи человек. Корреспондент назвал эту цифру неточной, так как подсчеты оппозиционных активистов, которые участвовали в шествиях, гласят. В митингах приняло участие от 50 до 100 тысяч человек. Чувствуете разницу, да? Для российских СМИ лжецами являются десятки тысяч хабаровчан, а для американских горстка чиновников из администрации Хабаровска. Далее New York Times описывает требования протестующих о том, чтобы Сергей Фургал предстал перед открытым судом в Хабаровске, а не в Москве. И также New York Times пишет, что люди не уклонялись от прямых обращений к Путину, и даже некоторые лозунги были процитированы в этой статье. Такие как «Позор Кремлю», «Россия, проснись», «Мы здесь власть» и так далее. В статье написано, что в понедельник Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дегтярева, что еще больше разозлило жителей. На вопрос, встретился ли он с протестующими, Дегтярев сказал журналистам, что у него есть дела поважнее, чем разговаривать с людьми, кричащими за окнами. Статья заканчивает с цитатой 35-летнего сотрудника РЖД Вадима Сержантова, который пришел на протест. «Честно говоря, раньше мне было все равно на политику, но это беззаконие заставило меня выйти на протест». Эта цитата как бы намекает американским читателям, что «россияне просыпаются и начинают осознавать, в какой стране и с каким президентом они живут». Ну что, уровень журналистики и американской газеты просто нельзя сравнивать с враньем и халтурой, которые пытаются скормить своим читателям российские новостные ресурсы. Прочитав статью в Нью-Йорк Таймс, американский читатель поймет, почему люди вышли в Хабаровске. Он почувствует тот гнев и недовольство, которое переполняет хабаровчан, и действительно начнется переживать людям и не останется равнодушным. И напротив, российский читатель, открыв комсомольскую правду, прочитав статью про Хабаровск, оставит под ней вот такой вот комментарий. Либерасты не смогли раскачать людей в крупных и ключевых регионах, и после ареста бандитов Ургала ломанулись в Хабаровск, чтобы попытаться сделать это там. На следующую неделю в Хабаровске состоятся очередные митинги. И я уверен, что на них придет еще большее количество людей, ведь Путин надеется, что хабаровчане скоро забудут, как он поступил с ними и посадил их народно избранного губернатора. Да и вдогонку еще и плюнул хабаровчанам в лицо, назначив крайне странного персонажа губернатором, который очень любит мороженое, и подтягиваться один раз под аплодисменты придворных. Но забывать про это ни в коем случае нельзя. Лично я могу помочь хабаровчанам тем, что я буду освещать то, что пишут про протесты местные СМИ, и запишу такое же видео через неделю, когда в местных газетах выйдет следующие статьи про Дальний Восток. Делитесь этим видео в социальных сетях, и увидимся с вами в следующем видео.